Зависть Зависть – это распространенная социальная эмоция, часто ассоциирующаяся с депрессией, враждебностью по отношению к другим людям и стыдом. Зависть часто путают с ревностью, которая включает в себя страх или гнев, по поводу того, что первичным отношениям угрожает третья сторона, в то время как зависть – это эмоция, сфокусированная на угрозе статусу, когда выигрыш другого человека рассматривается как проигрыш для себя. В литературе по когнитивно-поведенческой терапии очень мало информации о природе и работе с этой эмоцией, поэтому на данной лекции мы с вами попробуем рассмотреть исследование природы зависти, ее эволюционную модель, ну а также интегративный подход КБТ модели Бека и терапия эмоциональных схем лихи, на примере в том числе нескольких практических кейсов. Меня зовут Андрей Гасан, я клинический психолог, когнитивно-поведенческий терапевт, рад всех приветствовать на своем научно-образовательном канале. Приглашаю вас для большего извлечения пользы взять тетрадь с ручкой для возможности конспектировать, но для большего комфорта и приятного времяпрепровождения запастись чаем с печеньками. Давайте начнем нашу сегодняшнюю работу, устраивайтесь поудобнее. Рассмотрим ситуацию. Один из сотрудников крупной фирмы не получил долгожданного повышения. Его возмутил этот факт и то, что его старания остались незамеченными. Кроме того, он задумался, что сделал не так. Разговор с получившим повышение коллегой его расстроил, разозлил и заставил почувствовать свою собственную беспомощность. Успех коллеги вызвал чувство унижения и злости, усилил переживания по поводу неудачи, несмотря на то, что коллега был довольно хорошим работником и всегда нравился ему как человек. Затем к указанным выше чувствам присоединилось чувство вины и стыда. Из-за этих сложных переживаний стало невозможно общаться с когда-то приятным человеком. Испытывая неловкость в присутствии других сотрудников, он стал меньше разговаривать тяжело, переживая поражение. Жена была недовольна тем, что муж стал уделять меньше внимания ей и троим детям, поскольку он жаловался на неудачи в работе, даже находясь в кругу семьи. Зависть и омолочный брат злорадства – это эмоции и мысли, которые хорошо всем нам знакомы, но по поводу которых мы можем испытывать как стыд, так и вину. Об отличиях этих эмоций вы можете посмотреть мою предыдущую лекцию по психологии эмоций и эмоциональному интеллекту. Как можно желать зла тому, кто более успешен, чем мы? И ответ может быть таким, потому что мы все с вами люди. Зависть – это социальная эмоция, направленная на проблемное сравнение с другими людьми, при котором «я» воспринимается как плохой и слабый по сравнению с конкретным человеком. Мы сталкиваемся с этой эмоцией в самых разнообразных контекстах. Зависть между коллегами по работе, братьями и сестрами, друзьями. Хотя зависть и ревность часто путают, зависть лучше всего описывать как конкуренцию в рамках иерархии, которую человек считает важной, в то время как ревность связана всегда с тремя людьми. То есть ревность предполагает восприятие угрозы ценным отношениям со стороны третьего лица. Напомню также, что у меня на канале есть отдельная лекция по эмоции ревности. Конечно же, кроме этого можно испытывать зависть и к тому, кто актуализирует ревность. Например, мужчина может завидовать другому мужчине, который более успешен, и чей успех воспринимается как привлекательный соблазн для его партнерши. Как мы с вами рассматривали на предыдущей лекции, теоретики эмоций предположили, что существуют первичные, так называемые, базовые эмоции. Напомню, к примеру, что в работе Плутчика рассматриваются восемь таких первичных эмоций. Это гнев, страх, печаль, отвращение, удивление, предвкушение, доверие и радость. В его модели предполагается, что другие эмоции, вторичные эмоции, являются производными от этих первичных. Ну, например, зависть – это скорее такая смесь эмоций печали и гнева. Поэтому зависть может быть рассмотрена как вышестоящая, комплексная эмоция, которая может проявляться в широком спектре других эмоций, таких как и стыд, и вина, и обида, и тревога, печаль, и гнев. Зависть не сводится ко всем к этим эмоциям, а скорее проявляется у разных людей абсолютно по-разному. Поэтому зависть может принимать абсолютно различные формы, и человек может оценивать свою зависть абсолютно по-разному. Пол Экман тоже описывает зависть и ревность как универсальная эмоция, но при этом предполагает, что не существует универсальных выражений лица, отражающих эти эмоции. Другие теоретики эмоций предполагают конструктивистскую модель эмоций, согласно которой человек концептуализирует свое аффективное состояние как конкретную эмоцию, базирующуюся на социальных контекстах и ожиданиях, которые они привносят в этот опыт. Современная модель эмоциональных схем абсолютно этому не противоречит, потому что в этой модели тоже делается акцент на оценках, на объяснениях, стратегиях, интерпретациях, которые используются нами при возникновении эмоций. Напомню, что под эмоциональными схемами подразумевается набор представлений человека о своих и чужих эмоциях, о том, как следует эти эмоции регулировать или как этим эмоциям в принципе относиться. Я уже не раз говорил о том, что в большинстве ментальных расстройств проблема не в самих эмоциях, а в том, как мы с этими эмоциями обходимся, как мы их интерпретируем и как на них реагируем. Как правило, наша зависть обращена к людям с похожими способностями, которые обладают чем-то очень ценным и значимым для нас. Поэтому, конечно же, зависть связана с процессами социального сравнения, которые Леон Фестингер назвал универсальным мотивом. Выдвинутые им теории предполагаются, что социальные сравнения, например, как мне справиться, как я справлюсь с этим заданием по сравнению с другими людьми, лежат в основе информации о том, как добиться успеха. Это является косвенным показателем нашей с вами самооценки, но и в том числе обеспечивают мотивационную информацию. Социальное сравнение, пишет Фестингер, это универсальная потребность человека, связанная с поиском критериев для точной оценки собственных личностных качеств, суждений, способностей. Поэтому это теснейшим образом связано с нашей самооценкой, с нашим самоуважением, с нашей я-концепцией, как такого представления о себе самих. И данная теория являлась собой попыткой объяснить, о каким образом другие люди влияют на наше собственное мышление. И Фестингер заключает, что людям крайне важно оценивать свои мнения и способности, и особенно в тех случаях, когда объективное знание недоступно. Мы достигаем его путем сравнения своих мнений и способностей с мнениями и способностями других. То есть, чем менее неоднозначно и структурирована наша в кавычках объективная реальность, тем чаще люди предпочитают методами ее физического тестирования процессы социального сравнения. Чем выше потребность человека в оценке собственных суждений и способностей, тем более он склонен к тому, чтобы быть привлекательным для своих, так сказать, единомышленников и к уменьшению разницы между собой и ими. Человек делает это для увеличения социальной сравнимости между собой и окружающими его людьми. Немаловажно подчеркнуть, что если речь идет о сравнении способностей, то подобная ситуация приводит к возникновению соревновательных, конкурентных тенденций. У человека появляется желание быть немного лучше других. Но и затем Фестингер довольно быстро перешел от этой теории к построению уже новой теории, всем нам известной теории когнитивного диссонанса, о которой я тоже уже рассказывал в своей лекции на канале по топ-3 теории в психологии. Подытожим. Зависть – это эмоция статусной тревоги, которая основывается на практически универсальной положительной оценке важности статуса в разных возрастных группах, социальных классах и культурах. Ну и разумеется, эта эмоция обусловлена естественным процессом социальных сравнений, потому как человек – существо социальное. Разумеется, важен и ценностный мотив. Вы с большей вероятностью будете испытывать зависть, если поведение, ориентированное на цели, вами ценится. Если вы верите в возможность достижения этих целей и цените статус и признание, считая объект зависти недостойным. Я думаю, вы согласитесь с подобной интуицией, что, например, человек вряд ли будет завидовать олимпийскому спортсмену в гимнастике, если не считает, что имеет отношение к его цели – стать успешным академическим физиком-теоретиком, к примеру. Для него просто-напросто эта информация будет абсолютно нерелевантной. Еще одним важным аспектом является то, что зависть может усиливаться, если объект зависти рассматривается как достигший своего статуса путем обмана или нечестных преимуществ, например, кумовства. В основе этой эмоции часто может лежать идея о справедливости. Зависть может привести к получению удовольствия, растекающегося по телу сладострастного злорадства от несчастья того, кто конкурирует в той же сфере, имеющей отношение к нашей самооценке. Ну и, разумеется, зависть может быть связана с депрессией, гневом, тревогой, руминациями, как такими навязчивыми мыслительными жвачками, ну и, конечно же, приводить к межличностной враждебности и достигать ужасных граней ненависти. Если попробовать подытожить, давайте рассмотрим, как схематически можно отобразить зависть на основании социального сравнения. Именно оно запускает нашу с вами цепочку. Затем идет оценка другого, как превосходящего, и часто именно здесь содержится большинство когнитивных искажений. Это приводит к желанию этим обладать. Затем происходит оценка уже своих собственных возможностей и способностей, приводящая к неутешительному выводу о том, что желаемое недостижимо. Разумеется, это вызывает фрустрацию, очень неприятную, отрицательную эмоцию, основанной на несоответствии своих ожиданий и влияющей на нашу самооценку, потому что в структуре нашей я-концепции происходит диссонанс между я-идеальным и я-реальным. Исследования зависти позволили выделить три стиля эмоционального реагирования. Враждебную, то есть злобную зависть, депрессивную и доброкачественную, либо адаптивную зависть. Хотя термин доброкачественно мне не нравится, давайте его заменим термином из обыденной психологии «белая зависть», которая будет отражать какие-то адаптивные свойства. И исследователь Драйден описывает, что зависть может быть как деструктивной, так и мотивирующей, в зависимости как раз-таки от того, как человек вообще реагирует на свою эмоцию. То есть вообще-то потенциально дискомфорт, который вы можете испытывать по отношению к своему завистнику, может выполнять и адаптивную функцию, например, посредством подражания, социальной имитации, либо формирования мотивации к более усердной работе над собой. Враждебная же зависть проявляется в переживании злорадства, когда вы получаете удовольствие, узнавая о проблемах объекта зависти. И проведенные исследования на тему зависти и злорадства показали, что злорадство – это смесь зависти и враждебных чувств. Оно чаще всего возникает, если объект зависти имеет схожие качества и способности. Например, коллега по научной работе может получать удовольствие от того, что его работа подвергается резкой критике со стороны конкурентов или конкурентов его области. Другая форма враждебной зависти проявляется в каких-то уничижительных поступках, высказываниях, в том числе доводящих до агрессии в адрес объекта зависти. Часто в этом лежит основание, что человек не заслуживает того признания, которое он получил. И особенно это показательно отражается в социальных сетях каких-либо звезд или популярных знаменитых людей. Люди буквально на пустом месте не могут пройти мимо, чтобы не оставить какой-нибудь свой язвительный комментарий. Хотя, казалось бы, да вообще какое до этого вам есть дело? Я предлагаю рассмотреть занимательную и очень жестокую иллюстрацию именно враждебной зависти из повести Юрия Олеши «Зависть». Был устроен бал. Дети разыгрывали пьесу, исполняли балет на специально устроенной в большой гостиной сцене. И девочка. Представляете ли себе? Такая типичная девочка 12 лет. Тонконожка в коротком платьице, вся розовая, атласная, расфуфыренная. Ну, знаете, в целом, со своими оборочками, бантами, похожая на цветок, известный под именем львиной пасти. Красотка. Высокомерная, балованная, потряхивающая локонами. Вот такая девочка хороводила на том балу. Она была королевой. Она делала все, что хотела. Все восхищались ею. Все шло от нее. Все стягивались к ней. Она лучше всех танцевала, пела, прыгала и придумывала игры. Лучшие подарки попали к ней. Лучшие конфеты, цветы, апельсины, похвалы. Мне было 13 лет, и я был гимназистом. Она затерла меня. А между тем, я тоже привык к восторгам. Я тоже был избалован поклонением. У себя в классе и я главенствовал. Был рекордсменом. Я не вытерпел. Я поймал девочку в коридоре и поколотил ее. Оборвал ленты, пустил локоны по ветру, рассорапал прелестную ее физиономию. Я схватил ее за затылок и несколько раз стукнул ее лбом о колонну. В тот момент я любил эту девочку больше жизни, поклонялся ей и ненавидел всеми силами. Разодрав красоткины кудри, я думал, что опозорю ее, развею ее розовость, ее блеск и думал, что исправлю допущенную всеми ошибку. Но ничего не вышло. Позор упал на меня. Я был изгнан. Однако мы, милые, обо мне помнили весь вечер. Однако бал я испортил им. Однако обо мне говорили везде, где появлялась красотка. Так впервые познал я зависть. Ужасная изжога зависти. Как тяжело завидовать. Зависть сдавливает горло спазмой, выдавливает глаза из орбит. Когда терзал я ее там, в коридоре, жертву пойманную, слезы катились из моих глаз. Я захлебывался и все-таки орвал восхитительную ее одежду, содрогаясь от прикосновений к атласу. Оно вызвало почти оскомину на зубах и губах. Вы знаете, что такое атлас. Ворс атласа. Вы знаете, как прикосновение к нему пронизывает позвоночник, всю нервную систему, какие вызывают гримасы. Так все силы восстали на меня в защиту скверной девчонки. А с коминой я, оттаившийся в кустах и корзинок, вытек из того, что казалось таким очаровательно невинным в гостиной. Из ее платья, из розового, такого сладкого для глаз атласа. Не помню, издавал ли я какие-либо возгласы, совершая свою расправу. Должно быть, я шептал. Вот тебе месть. Не затирай. Не забирай того, что может принадлежать мне. Да уж. Такой вот жестокий отрывок, хорошо иллюстрирующий и темную сторону эмоций зависти. В какие-то моменты это может быть очень ядовитой эмоцией, которая может терзать, разрушать, пожирать, раздирать и разъедать изнутри. Эмоции, от которой можно сгореть и перерасти в ужасную ненависть к другим людям и обиде на весь мир. И сегодня мы еще вернемся с вами к фундаментальной проблеме зла. Давайте рассмотрим следующий тип зависти. Депрессивная зависть может сопровождаться чувством неполноценности, поражения, самокритики, унижения, беспомощности при сравнении себя с завистником. И в некоторых случаях вы можете полностью уйти из поля общения, отказавшись от достижения целей, связанных с завистью. Например, я вспоминаю себя, когда пару раз было такое, что я натыкался на каких-то популярных видеоблогеров, которые раскрывали или рассказывали какие-то темы или теории, о которых я также планировал, например, делать выпуск. И я мог расстраиваться из-за этого, испытывать сожаления. И в это может быть очень дезадаптивная стратегия. Я от этих тем уходил, даже избегал смотреть эти видеоролики. Хотя потенциально это могло рассматриваться как хорошая возможность сделать что-то по-своему, что-то извлечь. Возможно, как-то иначе взглянуть на эти темы, увидеть пробелы. Потому что, ну, видеоблогеры это одно, а теоретик-практик это другое. И в это могло быть мое преимущество, согласитесь. Сейчас я так, конечно же, стараюсь не делать, подходить к этому более осознанно. Ну и, наконец, доброкачественная, точнее, белая зависть, здоровая, адаптивная. Она подразумевает уже такое положительное и искреннее восхищение завистникам. С признанием того, что другой человек по праву заслужил свой статус и лавры. Он красавчик, он достойный этого. И, возможно, у меня есть чему у такого человека поучиться. Я могу рассматривать такого человека и его качество как кейс, как модель. Чему-то поучившись и взяв себе, и тогда вместо избегания я могу пойти на контакт с этим. Идеальным сценарием здесь будет познакомиться с таким человеком. Вау, у тебя классно получается, давай дружить и общаться. Мне хотелось бы видеть в своем окружении таких людей, как ты, на которых я смог бы равняться. И вообще уметь восхищаться другими людьми очень важно для получения собственного опыта и дальнейшего развития личности. Восхищение приносит намного больше пользы, чем зависть. Оно помогает извлекать из чужого опыта самое ценное для себя. И следующим этапом может стать подражание. Спросите себя, как я могу этому научиться, чтобы добиться большего. И тогда зависть станет вашим союзником. Такая, знаете, некоторая метафора на мультфильм «Как приручить дракона». Точно так же можно и приручить эту эмоцию. Например, вместо того, чтобы завидовать повышению коллеги, можно отметить для себя те качества, те навыки, которые помогли ему получить новую должность. Использовать опыт коллеги для получения каких-то необходимых знаний, навыков, и это будет гораздо адаптивнее, чем жаловаться на несправедливость и отказываться, в принципе, от общения и взаимодействия с объектом зависти. Или представьте, каким замечательным последствием это могло привести к случаю нашего героя-гимназиста из-за рассмотренного выше фрагмента. Ведь зачастую в основе такой дизадаптивной зависти лежит обесценивание. Обесценивание как себя, так и объекта зависти. Для него девочка была королевой балла, и для него это тоже было ценностью. И, в свою очередь, потенциально у него была возможность стать королем балла. Оба остались бы в выигрыше, присоединившись, например, там, познакомившись как-то с ней, сделав комплименты. Зачем ему вообще конкурировать с девочкой? Они бы могли разделить эту славу вместе. Итак, обобщая. Примерами пунктов, отражающих такую злонамеренную зависть, ну, лежат в основном такие типичные установки, как другие превосходящие меня люди должны потерять свои преимущества. Если у других людей есть что-то, чего я хочу для себя, я должен отнять это у них. В то время как, если мы говорим про белую зависть, то это могут быть установки по типу «Зависть к другим мотивирует меня на достижение своих целей». Я стремлюсь к достижениям других людей. Я могу и умею восхищаться ими что-то брать для себя. Исследования Ланге и Крузиус обнаружили, что белая зависть, она связана с надеждой на успех. Это такой мотив стремления. А злокачественная зависть со страхом неудачи. Это такой мотив избегания. А как мы с вами знаем, мотив на избегание неудачи, он отрицательно, в принципе, связан с успехом в какой-либо деятельности. «Ой, опять надо заставлять себя работать, а иначе меня уволят или начальник этот опять сделает выговор». Это контекст работы из-под палки. С таким подходом вы будете очень несчастны в своей деятельности. Или же все-таки «Да, я могу сталкиваться с трудностями, но для меня это вызов стать более компетентным специалистом. Я могу стать лучше». Поэтому для нас, специалистов, психотерапевтов, конечно же, важно вместе с пациентами оценивать, является ли их зависть функциональной, например, мотивирующей, или дезадаптивной, приводящей к руминациям, безнадежности, самокритике. И исследования также показывают, что белая зависть может мотивировать человека прилагать больше усилий для продвижения в статусной иерархии. Тогда как озлобленная зависть, деструктивная зависть приводила к снижению результативности. И в примере выше я объяснял, как этот механизм может работать. Также я находил интересное исследование, в котором ученые выяснили, что черная зависть возникала у людей, считающих себя заведомо неспособными добиться значительных успехов. То есть связано с некоторой такой самоэффективностью. Ну что же, давайте будем двигаться дальше. Рассмотрим, конечно же, и эволюционные предпосылки. Ну и эволюционная модель зависти, она предполагает, что члены группы конкурируют, конечно же, за более высокий статус индоминирования. Вот как, например, пишет Роберт Сапольский, более высокий статус, он ассоциируется с более широким доступом к пище, товарищам, творческим успехам, местам гнездования, меньшей депрессии с тревожностью, лучшим здоровьем и какими-то жизненными перспективами, более низким уровнем кортизола и долголетием. Ну а статус, в свою очередь, он часто также может передаваться из поколения в поколение. Поэтому, исходя из предположения, что предки людей конкурировали за ограниченные ресурсы, конкурирующая мотивация, направленная на получение более высокого статуса, может нами рассматриваться как такой универсальный мотив. Норвежский зоолог и специалист по сравнительной психологии, сейчас попробуем выговорить Торелевский ордеруб ЭБ, еще в 1921 году заметил, что даже обычные цыплята выстраиваются в порядок клево. Распределение, то есть кто в цыплячьем мире, играет очень важную роль в выживании каждой птицы, особенно во время дефицита. Птицы, которые всегда первыми получают доступ к любому корму, что там с утра им рассыпают во дворе, это по сути такие цыплятки-селебрити. За ними следует уже второй состав, какие-то прихлебатели и подражатели. Затем идут цыплята третьего эшелона и так далее, вплоть до каких-то замызганных, ощипанных, неказистых и негодных, которые занимают низшее положение в такой цыплячьей иерархии. Если заразная птичья болезнь проносится по местности, где певчие птицы живут в четкой иерархии, то, скорее всего, заболеют умрут наименее склонные к доминированию, живущие в наиболее тяжелых условиях особи, из, так сказать, низших птичьих сословий. И то же самое происходит и с районами, где живут люди, когда по планете распространяются различные эпидемии и болезни. И поскольку территория имеет значение, а лучшие места всегда в дефиците, поиск территории у животных порождает конфликт. Конфликт, в свою очередь, создает другую проблему. А как выиграть или проиграть так, чтобы несогласные стороны не понесли слишком какие-то большие потери? И это очень важный момент. Представьте, что две птицы спорят из-за желаемого места гнездования. И этот спор может очень быстро перерасти в настоящую, какую-то физическую, агрессивную схватку. Но при таких обстоятельствах одна птица, скорее всего, более крупная, она победит. Но даже победитель может быть ранен в бою. А это значит, что третья птица, у которой нет каких-то повреждений особых, и которая хитрая, наблюдающая за происходящим, она может вмешаться и держать верх над покалеченным победителем. Это совсем нехорошо для обеих ссорившихся птиц. Важно сказать, что животные не так глупы и суровы, как вам может показаться. И говоря о доминировании, физической силе не всегда отводится в центральное место. За тысячелетия животные, которые должны уживаться на одной территории, научились очень многим трюкам, позволяющим устанавливать господство и при этом минимизировать какой-то возможный ущерб. Вот, например, поверженный волк переворачивается на спину и подставляет свое горло победителю, который в такой ситуации не снизойдет до того, чтобы его разорвать. То есть новому доминирующему волку может потребоваться партнер по охоте, пусть даже настолько жалкий, как только что побежденный противник. Да, ты идиот, но ты мне еще пригодишься и будешь полезен нашей стае. И это очень важный момент. Иерархии доминирования, они не строятся только на силе. Мощная физическая сила – это еще недостаточно надежная база для продолжительного доминирования. И это удалось продемонстрировать голландскому приматологу Францу де Ваалю. В группах шимпанзе, которые он изучал, самцы, пользующиеся успехом в течение длительного времени, должны были подкреплять свое физическое превосходство более сложными способами. Даже самый брутальный и деспотичный шимпанзе может быть подвержен двумя соперниками, каждый из которых в три раза меньше него самого. А вот именно самцы, которые дольше прочих занимают высокое положение, склонны формировать взаимовыгодные коалиции со своими соплеменниками с более низким статусом. И в том числе заботятся о самках, об их детенышах внутри своей группы. То есть важна не только сила, но и компетентность. Именно на последней в большей степени строятся иерархии доминирования уже в современных обществах людей. И подобная иерархия доминирования, неважно социальная ли, культурная ли, существует уже по меньшей мере полмиллиарда лет. Это никакой не капитализм, не коммунизм, не военно-промышленный комплекс и не патриархат. Это и не человеческое творение в принципе, по крайней мере, не в самом расхожем смысле слова. Мы боролись за свое положение еще до того, как у нас появились кожа, руки, легкие, кости. Это эволюционный, это биологический факт. Это глубоко внутри вас, в самом основании вашего мозга, далеко за пределами ваших мыслей и чувств. Но у нас есть этот первобытный датчик. Древний и очень фундаментальный. Он четко отслеживает ваше положение в обществе. Оценивает его по шкале от 1 до 10 и способен управлять нейрохимией вашего мозга. Вот почему, потерпев поражение, у нас снижается серотонин. Мы падаем, нам страшно, мы ранены, мы в тревоге, мы слабы. И если ничего не меняется, у нас начинается хроническая депрессия. В таких обстоятельствах мы не можем принять бой, которого требует жизнь. И становимся легкой добычей для парней с более крепким панцирем. Поэтому такая модель социального ранга депрессии, она предполагает, что уход, избегание, подчинение, они выполняют функцию снижения бессмысленных вызовов более высокому статусу. Сохраняя тем самым некоторую ценность выживания для тех, кто находится в более низком статусе. И проведенные исследования показывают, что потеря статуса в социальном сообществе действительно может приводить к депрессии. Эксперименты над крысами, утратившими доминантное положение, показали, что стресс сопровождался потерей веса и увеличением уровня смертности, а также снижением агрессии, частоты спариваний, потери аппетита и снижением двигательной активности. Однако с изменением позиции в иерархии доминирования отмечалось изменение уровня серотонина в крови зеленых мартышек, верветок. И интересным фактом также являлось и то, что повышение уровня серотонина после приема прозака позволило некоторым из группы испытуемых мартышек поднять свой статус в иерархической структуре. То есть, по сути, на антидепрессантах они становились более такими уверенными и наглыми, так сказать. И подобная теория о социальном статусе говорит нам о том, что даже предполагаемая потеря положения вызывает депрессивную реакцию. А вот, смотрите, это интересный момент. Избавить себя от переживаний, по сути, вот этих, можно обесценив заслуги другого. Таким образом, зависть, особенно враждебная, может рассматриваться как попытка защитить себя от депрессии подчинения с помощью оспаривания и обесценивания успехов окружающих. Вот такой интересный эволюционный механизм. Получается, что одной из таких реакций на поражение либо потерю статуса может быть депрессивное подчинение или избегание, или обесценивание других. И все это имеется эволюционные корни. Также имеется и противоположная система в группах, которая утверждает, что ценность альтруизма и справедливости это очень важная вещь и штука. Поэтому накопление ресурсов, ущерб другим членам группы может привести к формированию уже некоторых других альянсов для противостояния доминирующим фигурам. Такая в кавычках справедливость и акцент на разделении ресурсов предполагает, что члены группы могут наделять более высоким статусом именно тех, кто проявляет щедрость, своего рода мотив распределительной справедливости. И доказательство предпочтения справедливого распределения или заслуженности, в кавычках, вознаграждения можно увидеть у животных и у людей, и сейчас мы с вами это увидим на примере одного из видео. Поэтому с эволюционной точки зрения зависть может рассматриваться как отражение таких вот, ну по сути, двух мотивационных систем. Это стремление к доминированию и акценты на справедливости. Это очень занимательный эксперимент, в котором, по сути, демонстрируется, как феномен справедливости провоцирует эмоцию зависти обезьянки. То есть, одной из них в качестве вознаграждения создания дают виноградинку, а второй огурец. Да, посмотрите, как интересно поведенчески выражается такая, такая враждебная зависть и вообще чувство несправедливости, по сути. Какого хрена мне огурец ей дают виноградинку? Что за фигня вообще? Это очень несправедливо. Ну и, конечно же, зависти подвержены даже маленькие дети. При изучении реакции испытуемых на победу и поражение в конкурентной ситуации Штанбайс и Зингер, исследователи, обнаружили, что дети в возрасте от 7 до 13 лет получали больше удовольствия от победы, если кто-то проигрывал, и сильнее расстраивались из-за поражения в случае выигрыша другого ребенка. И вообще, в целом, очень тоже я натыкался на интересное исследование, проведенное Сьюзан Фиске, профессором Пристонского университета, которое обнаружило, что если к чужой успеху человек вызывает злость, стыд, унижение, падение самооценки и чувство несправедливости, то к чужим неудачам относятся с презрением и без чувства сожаления. То есть, подобное в кавычках «отношение к силе» является частью социальной конкуренции. И, по словам Фиске, власть развращает. Приобретая власть над кем-то, легко начать презирать и унижать этих людей. Давайте тогда будем двигаться дальше, немножечко рассмотрим модели эмоциональных схем. Они имеют тоже общую точку соприкосновения с когнитивной моделью, потому что модели эмоциональных схем предполагают, что эмоции состоят из таких синтезированных режимов, которые систематически объединяют в себе и мысли, и убеждения, схемы, и поведенческие реакции, в том числе и межличностные стратегии, и, конечно же, стратегии регуляции эмоций. Вот в предыдущей лекции я рассказывал и раскрывал понятия эмоциональных схем. На этой лекции я тоже продолжу это делать. Напомню, что эмоциональная схема, по-простому, во-первых, это часть когнитивной схемы, во-вторых, это такой, по сути, набор представлений, убеждений, теорий человека о своих и чужих эмоциях, о том, как их следует регулировать или как к этим эмоциям в принципе относиться. Мы же не рождаемся с пониманием, как обходиться своими переживаниями, в какие моменты они нормальные и естественные, а в каких чрезмерные и дезаптивные. Нам зачастую во многом это объясняет среда, и именно за это и отвечают эмоциональные схемы. Ну и, конечно же, в теории эмоциональных схем отводится время и эволюционные роли, которые имеют адаптивный характер. Это обращать внимание человека на гарантирующий успех поведения и перенимать его, либо довольствоваться тем, что ты имеешь. И терапия эмоциональных схем, она использует, по сути, эволюционную модель зависти, чтобы помочь пациенту принять это чувство и извлечь из него пользу. И вот такая модель эмоциональных схем предполагается, что у нас, по сути, есть некоторые имплицитные, то есть такие внутренние теории о зависти, включающие в себя убеждения о нормальности, распространенности, продолжительности, контролируемости и вообще, в принципе, приемлемости зависти. Конечно же, зависть – это очень сложное эмоциональное состояние, в котором бывает нелегко признаться, поскольку часто ее считают уделом неудачника. Выражать зависть считается социально неприемлемым. Ты что, завидуешь, что ли? И обычно такая реакция сопровождается оценочно, с осуждением. Но если зависть – это универсальное чувство, свойственное абсолютно всем, механизм адаптации в условиях иерархии доминирования и конкуренции, то это необходимо признать для успешного совладания с данным состоянием. И при работе с завистью нами не ставится задача полностью избавиться от этого чувства, поскольку зависть – это естественное эмоциональное состояние, свойственное абсолютно каждому. Вместо этого целью, например, терапии может быть работа с тем влиянием, которое зависть оказывает на человека. Ну, например, ослабить чувство вины и стыда, снизить чувство неловкости, воспринимать зависть в себе и в других людях как такое нормальное вполне себе состояние. Или там не жаловаться и не подвергать сомнению свои собственные способности и достоинства. Перестать бояться сравнений и конкуренции какой-либо. В рамках теории эмоциональных схем давайте рассмотрим на слайде, какие вообще существуют такие дезадаптивные убеждения об эмоциях в целом, такие вредные мифы об эмоциях, что эмоции – это вредно, что в них нет смысла, что цель нашей жизни – испытывать только приятные эмоции, что от неприятных нужно избавляться, что они абсолютно неконтролируемы. Из этого следует, что необходимо подчинять своему стопроцентному контролю эти эмоции. А если я не буду бороться, не буду контролировать, то эти эмоции будут длиться вечно, они уничтожат, поглотят меня. И в противоположность этому мы с вами уже убедились в том, что эмоции – это часть человеческой природы. В лекции по психологии эмоций я достаточно подробно рассказывал о том, что все эмоции выполняют очень важные функции, нет вредных или неправильных эмоций, и проблема не в эмоциях, а в отношении к ним и способах совладания с ними. И хотя чувство зависти свойственно почти всем людям, чаще всего оно сопряжено с чувством вины и стыда. Считается, что завидовать недостойно, поэтому признаться в зависть довольно сложно. Редко кто готов сказать «я завидую». Чаще можно слышать «они этого не заслужили». Но не признавая в себе чувство зависти, человек оказывается в очень сложной ситуации и может испытывать по этому поводу множество неприятных переживаний, в том числе отчужденность. Однако не стоит зацикливаться на эмоциях. Ваша эмоция зависти приходит и уходит. Помимо этой эмоции у вас еще есть спектр множества других эмоций, которые также приходят и уходят. Не стоит себя также и стыдить или испытывать вину за эмоции. Проживать и испытывать эмоцию – это не то же самое, что действовать злонамеренно или неэтично. Разделяйте в этом смысле эмоции, как переживания, чувства и поведения. Например, в лекции по управлению гневом, это был очень важный тезис, мы можем испытывать гнев, раздражаться, это нормально, но осенью обязательно. Эти чувства и эмоции должны переходить в деструктивное и агрессивное поведение, разрушительное. Мы не выбираем наши эмоции и чувства. Это абсолютно нормальные и универсальные переживания, в которых вы не одиноки. Не стоит считать, что это и какая-то непонятная эмоция. Ваша зависть имеет смысл, поскольку вы придаете большое значение конкуренции и статусу. И считаете, что успех другого человека может вас принижать. В это может быть и ценностный компонент. Если вы признаете, что иногда испытываете чувство зависти, вы будете меньше стыдиться и меньше контролировать это переживание. И принятие своих чувств – это первый шаг к их преодолению. Освободите у себя место для этого переживания. Напомню, что я работаю в биопсихосоциальной парадигме. И давайте еще раз заодно, в общем, некоторые вещи, о которых было сказано. Во-первых, эволюционные процессы включают в себя конкуренцию в иерархии доминирования. Попытки вытеснить других, считающихся обладателем более высоким статусом. И это дает преимущество в плане деторождения, выживания, доступа к ресурсам, предоставляемые тем, кто обладает более высоким статусом, а также стандарты справедливости и честного распределения. Социокультурные факторы тоже могут способствовать уязвимости к зависти. Например, в некоторых культурах может придаваться большое значение статусу или возможности его достичь. Различные акценты на специфических стандартах, таких как материальные вещи, внешний вид, то, что сейчас модно и популярно. Психологическим фактором могут относиться особенности социализации человека, порождающие зависть, акценты на достижении лучших результатов, положительное подкрепление достижений со стороны окружающих людей с такими качественными акцентами восхищения, например, красотой, физическим мастерством, конечно же, условная любовь. Мы тебя любим, принимаем, ты хороший и классный, только если ты приносишь хорошие оценки, ведешь себя так, как нам нужно и так далее. Конечно же, унижение, насилие – это и перфекционистские стандарты, куда и без них. Для человека недопустимо быть недостаточно хорошим. Кроме того, возможно, что зависть чаще встречается у людей, склонных к конкуренции к чрезмерному социальному сравнению, в том числе поддерживающие такие нарциссические убеждения своей какой-то уникальности, привилегированности, превосходстве. И каждый из этих факторов, он, по сути, способствует возникновению зависти. И тем самым отражается в системе, в такой когнитивной системе автоматических мыслей, каких-то дезадаптивных правил человека, а также его личностных и межличностных когнитивных схем. Поэтому классическое КБТ предполагает, что зависть, как и многие другие эмоции, отражает эти уровни когнитивной обработки информации, которые приводят к уязвимости и к устойчивости зависти. К ним относятся негативные автоматические мысли, когнитивные искажения, в скором времени мы с вами их тоже рассмотрим, и дезадаптивные предположения установки, если то, которые, по сути, регулируются нашими глубинными убеждениями. Ну и, собственно, сами глубинные убеждения или когнитивные схемы, давайте в том числе мы их с вами рассмотрим. Это то, что лежит в основе личности. Какими здесь примерами могут выступать схемы, связанные с завистью? Собственно, схема привилегированности и особенностей, обуславливающая зачастую такие, как я уже сказал, нарциссические черты. Мне необходимо, чтобы окружающие считали меня особенным, превосходящим, восхищались мною. Все вообще должно быть, по-моему. И подобная схема обуславливает чувство избранности, убежденность в том, что вы должны получать свое, независимо от реальности и внешних факторов. Ну и, конечно же, подобные убеждения часто приводят к чувству стыда и к низкой толерантности к фрустрации, потому что мир вокруг вас, конечно же, не вертится, поэтому вы уже изначально обрекаете себя на вечную фрустрацию от несоответствия ваших ожиданиям реальности. Во многом это мы с вами должны адаптироваться под жизнь и учиться с ней договариваться. Затем идет еще одна когнитивная схема, которая у всех людей присутствует в той или иной степени, это схема дефективности и стыда. В каких убеждениях она может отражаться, что успех других доказывает, насколько я неполноценен. И данная схема обуславливает чувство собственной неправильности, неадекватности, которую нельзя никак изменить и которую можно только скрыть. Ну и сама по себе такая неустойчивая самооценка создает уязвимость к зависти. Еще Альфред Адлер, основатель, который вел понятие комплекс неполноценности, писал, что патологическая зависть – это реакция на неравенство людей при дефиците собственной самооценки. Это фактически признание собственного бессилия и беспомощности, говорит он. Затем идет схема некомпетентности и несостоятельности, или как еще ее называют схемотерапевты, схема неуспешности. Они могут делать все, что хотят, а я ничего не могу. Я слаб и не способен позаботиться о себе. И эта схема сопровождается чувством собственной неуспешности в сравнении с другими людьми. Также подобная схема может выступать препятствием на пути достижения целей, обуславливая определенный жизненный сценарий человека, за счет такого самоисполняющегося пророчества. Ведь если вы считаете себя некомпетентным и неспособным, то смысл вообще за что-то браться и пытаться что-то делать и менять. Вы начинаете избегать множества возможностей, а значит эти убеждения никак не трансформируются, а только подкрепляют сами себя. Вы неизбежно находите каждый раз подтверждение своей неуспешности. Но еще один такой пример схемы – это схема ответственности и либо самопожертвования. Я так много работаю, но они получают все. Я либо ленивый, либо это несправедливо. Я так много даю другим, жертвую собой, но ничего не получаю взамен. Такие убеждения часто приводят вас к зависти и сильным обидам на других людей, на мир в целом, что может очень деструктивно сказаться на вашей жизни. Следующим разделом давайте рассмотрим, а какие когнитивные искажения, какие стили мышления могут обуславливать зависть. Напомню, что в концептуализации когнитивной модели когнитивные искажения являются отражением наших с вами глубинных убеждений. Это, так сказать, более поверхностный уровень обработки информации. И в терапии, когда мы начинаем анализировать автоматические мысли пациентов, мы учимся как раз через них выявлять глубинные убеждения, какие когнитивные схемы лежат в основе подобных автоматических мыслей человека. Первый пример искажения – это чтение мыслей. То есть вы можете считать, что другие люди оценивают вас негативно, потому что у кого-то другого, например, дела идут лучше, чем у вас. Другие люди думают, что они удачник, потому что у меня машина N, такая-то, такая-то. И каким здесь может быть адаптивный ответ? У нас нет магического шара по чтению мыслей. Мы не можем быть уверены в том, что происходит в головах других людей. Скорее всего, они думают о себе, о своих делах, о своих проблемах и погружены в свои заботы. Понятное дело, что в рамках психотерапии мы формулируем адаптивный ответ через сократический диалог, через открытые вопросы, следуя направляемому открытию, путем такого совместного анализа и обсуждения, размышления. Вообще, откуда вы знаете, что о вас думают другие люди? Говорили ли они что-нибудь подобного вам напрямую? Окей, а вообще, положительные вещи когда-нибудь вы слышали от других людей? Допускается ли вы, что люди в большей степени озабочены самими собой, своими собственными проблемами, они думают о вас целыми днями? Почему вас, в принципе, должно волновать, что кто-то думает о вас негативно? Окей, и даже если это и так, что вы можете сделать по этому поводу? Давайте подумаем. Следующее искажение носит название сверхобобщение, ну или произвольное умозаключение, такое чрезмерное обобщение, при котором вы обобщаете чужой успех и обобщаете свою собственную кажущуюся некомпетентность в том или ином вопросе. Вот раз другой преуспел, значит, мои достижения вообще ничего не значат. Но здесь, заметьте, в основе таких автоматических мыслей лежит еще, конечно же, обесценивание, потому что успех другого не может обесценивать то хорошее, что делаете вы. Это не игра с нулевой суммой. Успех в одном поведении, в один момент времени не означает, что успех является общим для всех и всегда. Вместо того, чтобы идеализировать другого человека, подумайте о том, что он тоже человек. Давайте поразмышляем о ваших взлетах и падениях. Были ли они? Следующее искажение – это навешивание ярлыков. Мы очень любим навешивать ярлыки на себя и на других людей. По сути, стереотип и есть разновидность упрощенного восприятия информации. Это часть нашей когнитивной структуры, процесса когнитивной категоризации. Да, в каких-то моментах это может нам помогать. Например, когда мы встречаем человека впервые, и он, например, представляется программистом, и из-за дефицита информации мы вынуждены в такие моменты опираться на стереотипные предубеждения программистов для того, чтобы как-то, в принципе, начать с человеком взаимодействовать. Но в каких-то это может создавать очень серьезные трудности, приводить к такой самокритике выраженной. Вот он успешный, а я полный лузер. Я неудачник, неудачница, неполноценный человек по сравнению с другими. Конечно же, люди сложные существа. Одни виды поведения приводят к успеху, а другие нет. Какая польза в том, что вы навешиваете на себя эти руки? Личность это холистическая, многофрагментарная система, проявляющая себя палитрой многообразия. Максимум мы можем давать оценку своим конкретным поступкам, конкретным действиям в конкретной ситуации, в этом конкретном месяце, на этой конкретной работе, с этим конкретным директором я не получил повышения. И все. Больше здесь нет и не может быть никаких интерпретаций, ярлыков и оценок. Это никак вас не характеризует. Почему это должно доказывать, что вы в целом теперь, как человек, вдруг превратились в неудачника? Куда вдруг делись все ваши остальные качества, черты, ценности? Именно поэтому такое негативное, по сути, сужение себя до такой маленькой точки в своем самовосприятии и является когнитивным искажением. И это очень важно, по сути, разделять свою я-концепцию и свой статус. Люди часто это смешивают, заключая, что мнение о себе складывается, исходя из занимаемого им в обществе положения. Например, пациент, который считает, что я ничего из себя не представляю, потому что меня не повысили, уверен, что новая должность отразит суть его личности. Но если без повышения вы ничего из себя не представляете, основа и должность у вашей личности наполняется смыслом, значит ли это, что до повышения вас, как личности, не существует и не существовало? Это абсурдно? Избавляйтесь от подобных сверхоценок себе. Персонализация. Вы считаете, что успех другого человека в каком-то деле, он негативно отражается на вас? Ну, по-простому, персонализация, это когда вы склонны брать все на свой счет, часто сопровождается чувством вины, такое искажение. Ее успех отображается лично на мне, он меня, этот успех унижает, или там их успех указывает на мою неудачу. Конечно же, успех других не имеет никакого к вам отношения. Ваше поведение, ваши мысли, ваши чувства важны для вас. Чужие поступки нет. Почему чужой успех в поведении других людей должен отражаться как-то на вас? В мире почти уже 8 миллиардов человек, и у каждого из нас, по сути, своя собственная, по-своему уникальная жизнь. Подумайте-ка лучше о том, чтобы жить своей жизнью, а не считать, что жизнь – это гонка. Еще одно искажение, конечно же, наша любимая катастрофизация. Вы считаете ужасным, невыносимым, недопустимым, что у кого-то дела идут лучше, чем у вас. Я не могу смириться с тем, что они добились большего, чем я. Это ужасно, это невыносимо. Какой здесь может быть адаптивный ответ? Ну, что это временно. Успех – это не константа. В конце концов, давайте подумаем, что вы можете сделать, даже если кто-то сделал что-то лучше. Ну вот, или я могу, знаете, например, предложить, поразмышлять с пациентами. А давайте мы с вами перечислим все вещи, которые вы можете повторить, а затем попробуем их сравнить с теми вещами, которые вы никогда не сможете повторить. Попробуйте поразмышлять в этом русле, вы приятно удивитесь. Следующее искажение у нас идет предсказание будущего или негативное гадание, при котором вы верите, что в будущем у вас будут плохие результаты в том, что для вас ценно. Например, я никогда не добьюсь ничего стоящего. Это вот как раз отражение когнитивной схемы собственной неспособности и неуспешности. Но мы можем начать с психообразования, что вообще-то успех – это вопрос поведения в определенный момент в жизни. Вы действительно думаете, что никогда ни в чем не преуспели? Я сомневаюсь в ваших словах. Почему чужой успех в чем-либо заставляет вас предвидеть, что вы не добьетесь успеха в чем-либо в будущем? Давайте поразмышляем, вспомните свои некоторые виды поведения или опыта, в которых вы добились успеха и опыт, которых вы можете использовать в будущем? Дихотомическое или черно-белое мышление, при котором вам может казаться, что вы во всем терпите неудачу или неполноценное? Что бы я ни делал, у меня ничего никогда не получается. Я ничего не могу сделать правильно. Я во всем терплю неудачу. Точно никогда и ничего? Неужели вам действительно не удалось ничего достичь? Ну-ка, давайте-ка как минимум три примера мне приведите сейчас. Ну и наконец, эмоциональное обоснование, при котором вы делаете вывод о своей несостоятельности или неадекватности, поскольку так чувствуете или поскольку испытываете сильную тревогу, печаль или гнев. Например, я чувствую себя таким несчастным, что свидетельствует о моей неполноценности. Но, конечно же, почувствовать себя плохо, это не значит, что что-то плохо. Это может быть не так. эмоции к сожалению или к радостью это не факты и они не всегда отражают реальность. Двигаемся дальше и особое внимание следует уделять и триггерам, запускающим зависть, которые заставляют человека сравнивать себя с другими и часто не в свою пользу. Это вызывает тревогу, недовольство, злость и часто появляется соблазн обесценить заслуги другого, чтобы снизить по сути напряжение от сравнения это механизм когнитивного диссонанса Фестингера. На представленном слайде вы можете рассмотреть весь этот порочный цикл. Ну и, конечно же, терапевт способен помочь пациенту выявлять неадаптивные стратегии совладания с чувством зависти. Давайте мы их тоже с вами рассмотрим. Первая стратегия это избегание объекта зависти. И мы с вами рассматривали, каким издержкам подобная стратегия может приводить. Это может лишить вас возможности получить выгоду от сотрудничества или обучения у других. Рядышком стоит стратегия отказ от взаимодействия или участия в чем-либо. Но если вы будете отказываться от возможностей, то потеряете многие преимущества своей жизни. Действительно ли в этот момент вы выбираете прожить насыщенную, многообразную, наполненную смыслами и опытом жизнь? Самокритика Мы еще не раз будем возвращаться к этой стратегии. Пока что ограничимся тем, что прибегая к самокритике вы лишь повышаете риск, что впадете в депрессию и станете еще более склонным к зависти. Почему бы не трансформировать себя в лучшую сторону? Не получится у тех, кому вы завидуете? Да, возможно, сейчас вы далеко не идеальны, но разве это повод прибегать к самокритике, тогда как именно сейчас вам как никогда нужна наоборот внутренняя поддержка? Руминация это навязчивые негативные размышления о прошлых ситуациях, последствия этих ситуаций с фиксацией на каких-то негативных оценках, обусоливания этого своего рода такая мыслительная жвачка. Почему им все, мне ничего? Со мной несправедливо обошлись. Почему у меня не получается добиться успеха? Я полный неудачник. Как мне теперь смотреть в глаза другим? Почему я не произвожу должного какого-то впечатления? Мне не выиграть в этой гонке, я так устал от всего этого и так далее. Понятное дело, что пользы от подобных мыслительных жвачек нет. Подобные навязчивые размышления и обдумывания они лишь усугубят ваше эмоциональное состояние. Вы можете лишь принять ситуацию такой, какая она есть и попробовать что-то извлечь из этого опыта и переключить, переориентировать себя на будущие вызовы и то, как вы будете с ними обходиться. Следующая малоадаптивная стратегия это жалобы. Вот на языке схемотерапии жалость к себе она может рассматриваться как такая копинговая стратегия. То есть в рамках капитуляции перед своими дезадаптивными убеждениями, когда вы буквально проваливаетесь в них. Я не подхожу, я ни на что не способен, со мной несправедливо обходится. И в терапии это очень часто может создавать большой барьер при работе с такими пациентами. Они вам будут отвечать вы не понимаете. А на ваши какие-то доводы приводить еще кучу аргументов почему ничего нельзя поменять в жизни. Эрик Берн описал это как игру почему бы тебе не да, но а вот специалист Эдвардс называет подобный режим жалости к себе или жертвы. И некоторые специалисты указывают на в том числе и нарциссические аспекты подобного такая некая нарциссическая защита бедные себя. И для этой особенности характерно чувство мученичества стремление избежать критики чувства нежелания или обиды на то что например просит делать какие-то задания в рамках психотерапии. И даже если вы очень такой понимающий эмпатичный терапевт попытки валидации поддержки человека в таком режиме могут быть очень контрпродуктивными то есть ваша забота может провоцировать еще большую жалость к себе и гнев за счет усиления чувства беспомощности и дистресса. Человек будет жаловаться скулить требовать своей жертвенной неудовлетворенной манере выражая свое недовольствие тоже в такой отталкивающей манере скрывающей его настоящие чувства и потребности до которых бывает очень сложно добраться и это может затягивать пациентов бесконечные такие циклы неудовлетворенности и вообще в целом ваши встречи с друзьями и близкими будут напоминать сеансы групповых руминаций наполненных негативом обидами озлобленностью на мир на других людей и некоторых это будет очень сильно отталкивать от вас что очень разумно с их стороны ну и жалости к себе может вытекать следующая дезадаптивная стратегия это оскорбление и агрессия в адрес других людей если вы довольны своей жизнью если она вас удовлетворяет маловероятно что вы будете пробегать подобной стратегии и сейчас это очень большая проблема в современном мире тотальное ненавистничество и киберагрессия кибербуллинг массовые травли хейтинг киберсталкинг на ютубе очень много видеороликов по грифингу это такой вид агрессии в онлайн играх доводящие просто до каких-то истерик ну и конечно же троллинг куда без него и если говорить отстраненно про эту стратегию то конечно же многие люди могут расценить эту стратегию как несправедливость как недобросовестность это не будет красить вас в их глазах что может негативно очень сказаться на вашей репутации однако в интернете обычно оскорбление носит анонимный характер и вообще наверное здесь стоит поднять очень фундаментальную проблему зла на слайде вы можете видеть цитату Гёте которую мы в скором времени раскроем ненависть это активное чувство недовольства а зависть пассивная нечего удивляться что зависть быстро переходит в ненависть и многие из вас слышали о колумбайновском феномене который к большому сожалению добрался до нашей с вами страны посмотрите какое слово было написано на патронах ижевского стрелка которыми он стрелял по людям красными буквами с восклицательными знаками слова ненависть и у людей которые творили подобное зло подобное зверство были проблемы с реальностью причем на религиозном уровне вот что например написал один из стрелявших колумбайн человечество не заслуживает чтобы за него сражались а заслуживает только того чтобы его убивали верни землю животным они заслуживают гораздо больше чем мы больше ничто ничего не значит и люди которые так думают считают жизнь само бытие несправедливым и жестоким испорченным а других людей существами презренными они рады провозгласить себя высшими судьями реальности они последние критики и глубоко циничный автор послания продолжает если ты вспомнишь свою историю нацисты явились с окончательным решением еврейской проблемы убей их всех если ты еще не понял я говорю убей человечество никто не должен выжить и для таких антисоциальных личностей мир недостаточен и полон зла так к черту все что происходит когда никто начинает думать подобным образом к этому вопросу как раз таки обращена великая немецкая драма Фауст и Аганна Гёте главный герой ученый по имени Генрих Фауст продает свою бессмертную душу дьяволу Мефистофелю но взамен он получает все чего бы не захотел пока живет на земле и в пьесе Гёте Мефистофель это вечный враг бытия у которого есть свое кредо давайте рассмотрим его на слайде я отрицаю я отрицаю все и в этом суть моя за тем что лишь на то чтобы с громом провалиться годна вся эта дрянь что на земле живет не лучше ли было им уж вовсе не родиться короче все что злым ваш брат зовет стремление разрушать дела и мысли злые вот это все моя стихия и и для Гёте подобная ненависть была ключом к человеческой мстительности и деструктивности и люди часто думают на манер Мефистофеля хоть и редко действуют в соответствии со своими мыслями так жестоко как массовые убийцы в школах и колледжах когда мы переживаем несправедливость настоящую ли воображаемую когда сталкиваемся с трагедией или становимся жертвой чужих махинаций испытываем ужас и боль нашей собственной на первый взгляд случайной ограниченности искушение поставить под вопрос и проклясть жизнь предательски поднимается из тьмы почему невиновные люди должны так ужасно страдать что это вообще за жуткое место в которое мы были выброшены я думаю что обязательно у меня дойдут руки сделать отдельную лекцию по экзистенциальной психологии это очень актуально сейчас и жизнь действительно очень тяжела каждый обречен на боль и приговорен к разрушению иногда страдание определенно является результатом личной вины например следствием добровольной какой-то слепоты невежества дурных решений или злобы и в таких случаях когда кажется что человек вызвал страдание самостоятельно оно может даже показаться справедливым вы можете заключить что люди получают то чего заслуживают но это очень слабое утешение даже если это и правда порой если бы страдающие изменили свое поведение их жизнь могла бы быть на менее трагичной но но человеческий контроль он ограничен подверженность отчаянию болезни старению и смерти универсальна в конце концов это не мы сделали себя настолько хрупкими тогда чья же это вина люди которые тяжело болеют сами или еще что хуже у которых болеет ребенок неизбежно задаются этим вопросом неважно религиозные они или нет и ведь не только очевидно страдающих людей мучает потребность винить кого-то или что-то в невыносимости своей жизни лев толстой в период так сказать своего творчества творческого могущества вообще начал сомневаться в ценности человеческого существования он размышлял так положение мое было ужасно я знал что я ничего не найду на пути разумного знания кроме отрицания жизни а там вере ничего кроме отрицания разума которые еще невозможнее чем отрицание жизни по разумному знанию выходило так что жизнь есть зло и люди знают это от людей зависит не жить они жили и живут и сам я жил хотя и знал уже давно то что жизнь бессмысленна и есть зло и после многочисленных усилий толстой смог определить только 4 способа уйти от таких мыслей первый это вернуться к детскому невежеству и незнанию о проблеме впадать в эскапизм отстраняться и не думать об этом второй это преследовать бессмысленное удовольствие третий как он пишет понимая зло и бессмысленность жизни продолжать тянуть ее а зная вперед что ничего из нее выйти не может и он рассматривал эту особую форму убедства со слабостью люди этого разбора говорит толстой знает что смерть лучше жизни но не имея сил поступить разумно поскорее кончить обман и убить себя чего-то как будто ждут и только четвертый выход в кавычках в красных кавычках требовал силу и энергии он состоял в том чтобы поняв что жизнь есть зло и бессмыслица уничтожить ее так поступают редкие сильные и последовательные люди пишет толстой поняв всю глупость шутки какая над ними сыграна и поняв что блага умерших патчей благ живых и что лучше всего не быть так и поступают и кончают сразу эту глупую шутку благо и средства петля на шее вода но чтобы им проткнуть сердце поезды на железных дорогах толстой был недостаточно пессимистичен я вам скажу глупая шутка которого над нами разыгрывают может мотивировать не только суициду но и к убийству других массовому убийству а вот уже за которым следует самоубийство и это гораздо более эффективный экзистенциальный протест и мы всплескиваем руками говоря что мы ничего не понимаем почему так происходит но хватит притворяться толстой больше столетия тому назад понимал древние авторы библейской истории о кайне и авеле тоже понимали больше 20 веков назад они описывали убийство как первое событие в истории после Эдема и это было не просто убийство а брата убийства то есть убийство не только невиновного но и идеального хорошего человека убийство совершенное сознательно чтобы позлить создателя вселенной в основе которой находилась зависть и мнимое ощущение несправедливости почему ему все а мне ничего лишь страдания и сегодняшние убийцы говорят нам то же самое только своими словами многие не станут это слушать потому что правда как правило режет по-живому и даже прославленный русский писатель с его глубочайшим умом не находил выхода так как с этим справиться справляться нам с вами религиозный человек может сотрясать кулаками в отчаянии откажущейся божьей несправедливости и слепоты человек более склонный к агностицизму или атеизму винит судьбу или горько размышляет о том как жестокая удача а кто-то разрывается на части выискивая недостатки в своем характере что кроется за всеми страданиями и проблемами но все это вариации на одну и ту же тему название проблем меняется но психология она остается неизменной почему в мире так много страданий и жестокости возможно это действительно деяние бога или вина слепой и бессмысленной судьбы если вы склонны мыслить в таком ключе но я предлагаю посмотреть на это с прагматической точки зрения что происходит если вы примете подобную точку зрения массовые убийцы верят что страдания связанные с существованием оправдывает осуждение и месть это четко обозначили мальчики из школы колумбайн вот еще одна ужасная цитата из их записок я скорее умру чем придам собственные мысли прежде чем я покину это никчемное место я убью каждого кого считаю непригодным ни для чего особенно для жизни если вы разозлили меня в прошлом вы умрете если я вас увижу можете обсирать других и вас пронесет но только не меня я не забываю людей которые мне навредили один из самых пстительных убийц 20 века ужасным карл панцером был изнасилован подвергся жестокому обращению и предательству в учреждении миннесоты ответственным за его реабилитацию когда он был несовершеннолетним правонарушителем он явил себя с бешеной сверх меры как поджигатель как насильник как серийный убийца и он осознанно и постоянно стремился к разрушению он начал с ненависти к людям которые причинили ему боль его обида росла пока его ненависть не охватила все человечество панцером насиловал убивал и сжигал чтобы выразить свое возмущение жизни и он действовал так будто кто-то был в ответе за это и реакция панцером и это самое ужасное в этом она абсолютно понятна как можно было ожидать что такой человек забудет и простит учитывая что с ним случилось с людьми случаются поистине ужасные вещи неудивительно что они выходят из себя и мстят и при подобных обстоятельствах месть может казаться моральной необходимостью и вопрос в том а как отличить ее от требования справедливости после того как ты пережил ужасающее зверство не будет ли прощение просто трусостью и отсутствием силы воли и это это очень сложные вопросы но люди восстают из кошмарного прошлого чтобы делать добро а не зло хотя такое достижение может показаться сверхчеловеческим и по роду профессии мне приходилось и приходится к счастью встречать людей кто с этим справлялся и в том числе быть сопричастным к этому люди которые испытывали зло конечно могут захотеть увековечить его отплатить тем же самым но также испытывая на себе зло и я глубоко в этом убежден возможно научиться и добру мальчик-подросток подвергшийся травле может с одной стороны подражать своим учителям но пережитое дурное обращение может научить его и тому что помыкать другими людьми и делать жизнь других несчастной это неправильно некоторые женщины которых мучила мать могут научиться на этом ужасном опыте сделав вывод о том как важно быть хорошей родительницей и вообще многие мне кажется довольно даже большинство взрослых которые оскорбляют детей и сами в детстве подвергались дурному обращению однако большинство людей с которыми плохо обращались в детстве не обращается так со своими детьми это хорошо известный факт который можно доказать с помощью простых подсчетов если бы каждый родитель дурно обращался с тремя детьми каждый из этих детей родил бы по три ребенка и так далее тогда было бы три обидчика в первом поколении 9 во втором 27 в третьем 81 в четвертом и так далее по экспоненте и после 20 поколений более 10 миллиардов человек пережили бы дурное обращение в детстве это больше чем людей на планете но вместо этого от поколения к поколению дурное обращение исчезает люди ограничивают его распространение посмотрите как за последние буквально пару десятков лет резко поменялся менталитет родителей физическое наказание детей стало социально осуждаемым это свидетельство подлинного господства добра над злом в человеческом сердце если вы страдаете это нормально люди ограничены их жизнь трагична но если ваши страдания невыносимы и вы начинаете становиться испорченным тут уже есть о чем задуматься знаете мне вспоминается недавний выпуск проекта справиться проще и там была героиня которая в прошлом злоупотребляла кибербуллингом и которая в самом начале призналась в том что ее детство было непростым и травля в интернете была ее по сути такой копинговой стратегией позволяющей справляться с ее тяжелыми невыносимыми переживаниями и как она сама говорила вот написала говняный комментарий и все как рукой сняло на душе сразу стало легче и она достаточно честно говорила о том что комментарии не были привязаны к каким-то конкретным людям это были посылы самой себе это была злость на себя и затем она вспоминает что раньше когда все было плохо и она сралась со всеми в комментариях то она почти не убиралась у себя в комнате и почти не готовила она буквально жила в сраче срач был как снаружи так и внутри это было ее кредо и она очень классную подала мысль вот было бы интересно рассуждала она посмотреть на комнаты людей которые пишут гадости в интернете это гениально вы только задумайтесь как эти люди распоряжаются своим временем и это очень банально на черт возьми прописная истина прежде чем критиковать других людей и мир вокруг наведи порядок у себя дома вдумайте обстоятельства своей жизни начните с малого использовали ли вы преимущества возможностей которые вам предложены упорно ли вы работаете и делаете карьеру или позволяете горечи обиде и зависти удерживать вас и тянуть вниз обращаетесь ли вы с супругом с супругой детьми с достоинством и уважением действительно ли вы берете на себя ответственность сказали ли вы то что вам следовало бы сказать своим друзьям или членам семьи если вещи которые вы можете сделать о которых вам известно и которая как-то улучшит вашу жизнь и ситуацию в которой вы находитесь привели в порядок свою жизнь если ответ нет вот что можно попробовать прекращайте делать то что вам как известно неправильно начните прямо сегодня не тратьте время спрашивая откуда вам знать что то что вы делаете неправильно если вы уверены что так и есть за неуместными вопросами зиждется руминация они могут смутить а не просветить и отвлечь вас от действия вы можете знать что что-то правильно или неправильно не зная откуда вам это известно каждая личность слишком сложна чтобы полностью знать себя но у всех нас есть мудрость которую мы не можем постичь так что просто остановитесь когда вы понимаете пусть даже смутно что должны остановиться перестаньте совершать презренные поступки прекратите говорить то что делает вас слабым и вызывает уколы совести говорите только то что делает вас сильным делайте только то о чем сможете говорить с достоинством вы не должны прислушиваться к каким-то внешним условным схемам поведения он также не следует упускать из виду установки вашей культуры жизнь коротка и у вас нет времени выяснять все самостоятельно но мудрость прошлого завоевывалась очень тяжело и ваши мертвые предки может быть скажут вам нечто полезное изменения не заставят себя долго ждать зная что вы что-то не сделали вы будете действовать так чтобы исправить улучшение или какое-либо упущение в вашей голове все начнет упорядочиваться как только вы перестанете врать себе ваш опыт станет лучше поскольку вы прекратите искажать его ложными действиями или бездействиями и после нескольких месяцев и лет подобных прилежных попыток ваша жизнь станет намного проще ваши суждения станут лучше вы станете более сильным и менее ожесточенным вы перестанете обременять свою жизнь ненужными трудностями да возможно вы останетесь неизбежными и неприкрытыми трагедиями жизни но они больше не будут обременены горечью и обманом возможно вы даже научитесь принимать их так что они останутся трагичными просто трагичными но не скатятся в какой-то сущий ад возможно ваши тревожности безнадежность обида зависть и гнев какими бы убийственными они не были в начале они отступят возможно вы почувствуете что ваша жизнь действительно стоит того чтобы ее прожить что ее стоит любить и чествовать даже перед лицом нашей с вами уязвимости возможно вы станете еще более могущественной силой мира и добра и тогда вы увидите что если бы все люди поступили так со своей жизнью возможно мир перестал бы быть обителью зла а если продолжить попытки возможно и местом трагедии тоже кто знает каким было бы существование если бы мы все решили стремиться к лучшему поэтому прежде чем критиковать кого-то и оставлять гневные комментарии в интернете наведите идеальный порядок в той точке где вы находитесь начните с малого с порядка у себя дома вокруг того как вы и где вы живете будем двигаться дальше давайте рассмотрим как выглядит концептуализация зависти и на слайде вы можете увидеть нашу уже общую схемку и модель эмоциональных схем как я уже говорил она опирается на общую когнитивную модель но при этом учитывает и факторы культуры факторы социализации факторы контекста которые по сути способствуют формированию представлений и убеждений об эмоциях и стратегии адаптации регуляции этих эмоций и в этом разделе мы рассмотрим такие некоторые установки которые могут лежать в основе идеализации статуса тенденции фокусироваться на статусе и при этом исключая другие источники эмоционального обогащения и начнем мы с такого феномена как идеализация статуса и обесценивание себя и подобно тому как завистник может принижать свой собственный успех или жизненный опыт зависть она часто связана с идеализацией предполагаемой жизни людей достигших определенного статуса это проявляется восхищение идеализации знаменитостей или людей с достатком хотя по сути мы с вами не имеем доступа к реальному жизненному опыту и контексту этих людей это в свою очередь усиливает дезадаптивное представление о том что способ стать счастливее в жизни это обрести статус но идеализация жизни других людей обычно основана на фантазиях далеких от реальности но никак не на фактах действительно ли мы знаем как живут знаменитости или другие успешные люди можем ли мы определить как их статус в одной области отражается на самореализации и удовлетворенности в других сферах таких как личные отношения семейная жизнь здоровье или личное счастье люди с которыми вы себя сравниваете вы их не знаете вы видите их блестящую оболочку но не реальность их жизни может быть вы видите на улице как кто-то гонит на порше кабриолете и вы думаете вот же везучий ублюдок однако в этот самый момент он может думать о том чтобы врезаться в первую попавшуюся бетонную колонну которую он видит вы не можете этого знать и возможно из-за склонности идеализировать знаменитостей кстати говоря легко понять как зависть к тем кто имеет более высокий статус порождает желание узнать об их проблемах и личных трагедиях многим из нас нравится слушать о людях падающих с высоты особенно если они разбиваются и сгорают сколько я наблюдал злорадства по поводу этих злосчастных инфо-цыган блиновской аяза и мне хочется предпринять попытку деконструкции статуса у людей сложные жизни и даже относительно богатые люди имеют сложную жизнь идеал на который вы смотрите и из-за которого вы чувствуете зависть и обиду в большей степени это созданная вашим умом иллюзия не встречались люди у которых был очень хороший достаток и они сами зарабатывали эти деньги но при этом у всех из них была такая ответственность которая лично меня просто бы раздавила обычного простого человека они работают без остановки больше 80 часов в неделю от них зависят десятки и сотни человек да у них есть деньги и статус но не думайте что у этого нет цены часто такие люди не видят свою семью часто они находятся в разводе они не видят как растут их дети и у них практически нет выходных и времени на хобби ну и также есть такие богатые плейбои которые живут в соответствии с фантазиями о богатстве как какого-нибудь глупого 14-летнего подростка всякие там маргнештерны но их счастья не так уж и много поэтому вам нужно осторожно завидовать чему-то потому что вы не знаете что это вообще людям было всегда проще себя в чем-нибудь привить когда большинство из нас жили в маленьких общинах на всю округу например мог быть могло быть по одному врачу или учителю и причем каждый из них в своей сфере был местным героем если вы один на миллион но родились в современной Москве или Санкт-Петербурге вас там таких уже 20 и большинство из нас теперь живут в городах к тому же с помощью цифровых технологий мы связаны со всеми почти 8 миллиардами людей и наши иерархии достижений стали головокружительно вертикальными неважно насколько вы в чем-то хороши и как вы ранжируете свои достижения обязательно найдется кто-нибудь кто заставит вас чувствовать себя некомпетентным и мы должны начать с рассмотрения самых контрастных таких черно-белых терминов успех и провал вы олицетворяете либо успех всеобъемлющий единственный в своем роде со всех сторон хороший либо его противоположность провал тоже всеобъемлющий тоже единственный в своем роде и неизбежно плохой но подобные слова они не подразумевают никакой альтернативы ни какого промежуточного варианта так сказать и столь сложном мире как наш подобные опобщения это признак наивного глупого и даже злонамеренного анализа есть жизненно важные градации ценностей которые подобная бинарная система просто стирает и размывает что может приводить к очень печальным последствиям успешность или неуспешность не является константой и постоянной характеристикой личности которую нельзя изменить в разное время и в разных ситуациях один и тот же человек может как добиваться успеха так и терпеть неудачи и с точки зрения психологии мы можем рассматривать статус как отражение различных воспринимаемых областей ценностей например есть люди которые могут считаться обладателями статуса в искусстве в юриспруденции в науке или спорте однако в каждой из этих областей есть уже свои сегменты иерархии которые могут категорически не соглашаться со статусом того или иного человека например если вы находитесь в академической сфере и занимаетесь нейронауками вероятнее всего вы будете рассматривать достижения в области социальной психологии как менее ценные в то время как если вы социальный психолог то для вас достижения в области нейронаук вообще не будут иметь никакой ценности по отношению к проблемам взаимодействия людей и того как люди понимают друг друга возьмите к примеру напичканный эмпирическими исследованиями учебник по социальной психологии Дэвида Майерса там вообще отсутствуют практически упоминания о мозге или взять наш эфир социологом Вахштайном его науке вообще нет мозга за отсутствием необходимости социальные группы это более высокий уровень исследований нейрохимия в мозге не покажет по каким критериям люди объединяются в группы и по каким принципам между собой взаимодействуют это абсолютно разные языковые модели описания реальности и конечно же границы между научными дисциплинами гораздо жестче чем границы между абстрактными науками и ненауками ну или взять какие-то насущные штуки мы КПТшники считаем психаналитиков какими-то абсолютными ретроградами пудрящими ума пациентов считающих самоцелью анализ не помощь тогда как сами аналитики могут считать нас слишком поверхностными работающими там симптомами дрессировщиками что конечно же абсолютная чушь и неправда в КПТ есть и терапевтические отношения и работа с когнитивными схемами через рескриптинг детских воспоминаний мы прорабатываем глубины убеждения куда еще глубже-то вот видите как меня повело сразу то есть статус он всегда локален абсолютно произволен он зависит зачастую от мнения просто других людей и как мы сегодня уже с вами говорили статус человека занятого в одной карьере может не восприниматься как отсутствие статуса тем кто не находится на этом карьерном пути мне вот абсолютно как-то фиолетово пофиг на статус там успех какого-нибудь олимпийского чемпиона или каких-нибудь там бизнесменов у меня абсолютно другая сфера ценностей ну да классно клево но окей у меня свой контекст свой путь и повторюсь мы никогда не можем быть полностью уверены в том как другие оценивают наш статус поэтому слишком часто статус это просто понятие которое может быть недостаточно определенным и в результате чего наши пациенты могут быть убеждены что он необходим для их благополучия вот я как поклонник видеоигр это безусловно является одной из моих ценностных структур предлагаю взглянуть на это вот еще под каким метафорическим градусом в жизни существует не только одна игра в которой можно прийти либо к успеху либо к провалу и хороших игр которые подходят для ваших способностей и талантов вовлекают вас в продуктивное общение с другими людьми поддерживают вас и даже со временем самосовершенствуются достаточно большое количество в мире адвокат хорошая игра сантехник врач школьный учитель мир допускает абсолютно разные способы бытия если вы не преуспели в одном вы можете опробовать другой вы можете выбрать что-то более подходящее к вашей уникальной смеси сильных и слабых сторон по отношению конкретной ситуации более того если смена игры не помогает вы можете изобрести новую почему бы и нет также маловероятно что вы играете только в одну игру у вас есть карьера есть друзья есть члены семьи есть личные проекты и хобби есть творческие устремления есть спортивные занятия вы можете оценивать свой успех по всем играм в которые вы играете на совместном эфире с загмантовичем по социальной идентичности мы поднимали этот важный вопрос и тему чем многообразным спектром социальных идентичностей вы обладаете тем устойчивее становится ваша я-концепция ваша самооценка если у вас проседает какая-то одна из сфер вы будете находить опору в других жизненных сферах и ценностей и стоит учитывать доступный вам диапазон ценностных действий смысл жизни не сводится к уровню успеха только в одном измерении составляйте и постепенно обогащайте свое жизненное портфолио а также старайтесь соблюдать такое балансное соотношение между вашими ценностными сферами старайтесь избегать поглощения одной ценностной сферы других ценностных сфер наконец вы можете осознать что специфика многих игр в которые вы играете настолько уникальна настолько индивидуальна что просто неуместно сравнивать себя с другими людьми может быть вы переоцениваете то чего у вас нет и недооцениваете то что у вас есть от работы с обесцениванием есть большая польза и она может выступать хорошей защитой от того чтобы впадать в жертвенность и обиды ваш коллега превосходит вас на работе но у его жены роман на стороне а ваш брак стабильный и счастливый кому лучше ваш кумир вечно садится пьяным за руль и склонен к праздному образу жизни портящему здоровью действительно ли его жизнь предпочтительнее вашей вот как действует ваш внутренний критик когда унижает вас подобными сравнениями сперва он выбирает произвольную область для сравнения например славу или власть затем он ведет себя так как будто эта область единственная релевантная вам потом противопоставляет вас тому кто в этой области является условно звездой и он может пойти еще дальше используя пропасть между вами и объектом сравнения как свидетельство фундаментальной несправедливости жизни таким образом ваша мотивация сделать хоть что-нибудь самым эффективным образом просто-напросто подрывается вообще когда мы юны мы еще не самостоятельны и не осведомлены у нас еще не было времени не для того чтобы обрести мудрость не для того чтобы выработать какие-то собственные стандарты и как следствие мы должны сравнивать себя с другими поскольку стандарты необходимы мы с вами рассматривали теорию фестингера который называл это универсальным мотивом человечества без сравнений некуда идти и нечего делать в 15-18 лет сравнивать себя с другими людьми вполне логично в этом возрасте подростки они как бы примерно все одинаковые однако по мере того как мы взрослеем мы напротив становимся все более самостоятельными и уникальными условия нашей жизни становятся все более индивидуальными и все менее сравнивыми с условиями жизни других людей кто вы вы думаете что знаете а может быть это и не так вы к примеру себе не хозяин и не раб в одних вещах вы заинтересованы в других нет вы можете формировать этот интерес но у него есть границы какие-то занятия всегда будут вас затягивать а какие-то нет у вас есть природа насколько вы способны заставить себя работать и поддерживать в себе это желание как много вы можете отдать своему партнеру прежде чем щедрость обернется обидой что вы любите на самом деле чего действительно хотите и прежде чем вы сможете сформулировать собственные стандарты ценностей вы должны взглянуть на себя как на незнакомца а затем познакомиться с собой что вы считаете ценным и приятным сколько вам требуется отдыха радости и вознаграждений чтобы почувствовать себя не просто каким-то вьючным животным как вы должны к себе относиться чтобы не сбунтоваться и не сломать свой загон вы можете ломать себя ежедневной рутиной и пинать от досады собаку возвращаясь к себе домой вы можете смотреть как проходят ваши ценные дни либо же вы можете научиться увлекать себя стабильной продуктивной деятельностью спрашивайте ли вы себя чего хотите честно ли вы с собой договариваетесь или вы сами себе тиран и сами себе раб в каких случаях вам не нравятся ваши родители супруг ваши дети и почему что с этим можно сделать что вам нужно и чего вы хотите от своих друзей и деловых партнеров и это именно вопрос об определении природы вашего морального обязательства перед самим собой глагол должен можно сюда вставить поскольку вы включены в сеть социальных обязательств должен это ваша ответственность которую вы должны нести но это не значит что вы должны играть роль какой-то комнатной собачки послушной безвредной таким хочет видеть своих рабов диктатор смейтесь быть опасным правдивым честным самим собой и с другими смейтесь выразить себя или хотя бы утвердитесь в том что действительно оправдает вашу жизнь как нужно с вами говорить что вам необходимо взять от других людей с чем вы смиряетесь притворяясь будто это вам нравится и чувство долга или в силу обязательств сверьте со своими негодованиями хоть это и патологические эмоции но они честные это часть темной триады черт высокомерия обман и обида ничто не причиняет больше вреда чем эта инфернальная троица но обида всегда значит одно из двух либо обиженный человек незрел и в таком случае он или она должны заткнуться перестать ныть и двигаться дальше либо на лицо тирания и тогда тот кто ее испытывает на себе морально обязан высказаться потому что последствия молчания могут быть еще хуже конечно в моменте намного проще хранить молчание избегать конфликта но в долгосрочной перспективе это абсолютно убийственно в какой момент вы должны оттолкнуть своего угнетателя несмотря на опасность а именно в тот момент когда вы начинаете разворачивать в своем сознании тайные фантазии о месте когда ваша жизнь отравляется а ваше воображение подпитывается желанием истреблять и разрушать вот эти звоночки точнее колокола о которых мы уже с вами сегодня говорили хорошо я понимаю что я сегодня лютую напишите как вам в комментариях такой формат я очень надеюсь что это оправдано и что найдет отлик вас заставит задуматься о каких-то фундаментальных вещах потому что за последние пару лет я очень много варюсь каких-то собственных мыслях размышлениях и хочется создавать какое-то пространство где я мог бы этим поделиться это разместить и хочется вас включить в это чтобы приобщить к какому-то совместному анализу давайте попробуем двигаться дальше вот еще о чем интересно порассуждать вообще младенец конечно же ребенок он зависит от родителей практически во всем все что ему нужно и ребенок успешный ребенок он может оставить родителей хотя бы на время и завести друзей при этом он кое-что отдает но гораздо больше получает взамен успешный подросток он должен довести этот процесс до логического завершения он должен оставить своих родителей и стать таким как все он должен интегрироваться в группу чтобы перерасти детскую зависимость как сейчас популярно говорить пройти процесс здоровой сепарации от родителей а потом уже успешный взрослый должен научиться быть правильной степени отличным от других поэтому будьте бдительны сравнивая себя с другими с тех пор как вы стали взрослым вы единственное в своем роде уникальное создание у вас свои особенные специфические проблемы финансовые личные психологические и прочее они встроены в широкий контекст вашего существования карьера и должность могут служить вам определенным образом или же не приносить вообще никакой пользы но также они уникальным образом взаимодействуют с другими аспектами вашей жизни вы должны решать сколько времени тратить на одно и на другое вы должны решать что отпустить а к чему стремиться давайте попробуем переходить к каким-то прикладным аспектам и призывая вас вновь развернуться к себе и порассуждать в таком ключе экзистенциалистов интересовало качество субъективного опыта и при этом они также в наибольшей степени были сконцентрированы на действиях чем на заявлениях или на убеждениях и вот кое-что о чем стоит подумать вы можете долго об этом думать если вы пытаетесь понять кто во что верит даже если вы пытаетесь анализировать их когнитивные схемы убеждения репрезентации мира должны ли вы обращать внимание на то как другие люди действуют или на то что они говорят это очень глубокий вопрос и экзистенциалисты были убеждены что действия намного важнее чем слова если бы вас интересовали убеждения или анализ убеждений вам лучше было бы посмотреть за тем как люди действуют и ведут себя чем что они говорят мы можем понаблюдать за поведением других людей за их поступками какие они принимают жизненные решения как они взаимодействуют и ведут себя с другими людьми и мы почти без труда сможем увидеть отражение их ценностных убеждений которые стоят за их поступками и в течение жизни мы совершаем огромное количество разнообразных поступков и действий мы едим мы пьем мы гуляем мы разговариваем мы играем мы выполняем работу мы смотрим фильмы или ролики на ютубе мы всегда что-то делаем даже если вы просто смотрите на стену это все равно можно назвать действием и некоторые из этих вещей которые мы делаем они могут содержать в себе ценностную основу они могут быть полезными они могут помогать нам двигаться к лучшей жизни давайте на слайде представим это в виде стрелочки под названием движение навстречу или движение к это те действия которые вы хотите делать больше или чаще если ваша жизнь будет стоящей то есть когда мы делаем шаги к это означает что мы действуем эффективно ведем себя как человек которым мы хотим быть лучшей версией себя делаем вещи которые вероятно сделают жизнь более значимой и полноценной и проблема здесь заключается в том что не все что мы делаем движет нас к такой жизни есть и другие действия которые имеют противоположный эффект они уводят нас от жизни которую мы действительно хотим построить на нашем рисунке мы можем рядом отобразить это как движение от или отдаление когда мы отдаляемся это означает что мы действуем неэффективно ведем себя не так как хотим делаем вещи которые в долгосрочной перспективе ухудшают нашу жизнь и это хороший вопрос самому себе какого лучшего будущего для себя мне хотелось бы иметь и каких действий при таком сценарии вы будете делать меньше или вообще перестанете делать за это отвечают наши ценностные убеждения которые всегда проявляются в нашем поведении в виде различных поступков и действий даже сейчас просматривая слушаемую лекцию возможно за вашим поведением стоят ценности заботы о себе или ценность в познании или ценность в самодисциплине позволяющая продуктивно распоряжаться вашим временем распределять свое свободное время прослушивая образовательную лекцию возможно это ценность в саморазвитии ведь от просмотра подобного контента вы становитесь лучше чуть больше начинаете понимать самих себя подытожим в своей поседневной жизни вы совершаете огромное количество поступков и действий и некоторые из них могут иметь ценностный компонент они приближают вас к тому каким человеком вам хотелось бы быть и какого лучшего будущего вы для себя хотели бы но вместе с тем конечно же никто из нас не идеален мы живые люди имеющие как сильные так и слабые стороны вместе с теми не идеален тот мир в котором мы живем экзистенциалисты постулируют что проблемы и страдания это неотъемлемые элементы человеческого опыта и жизнь очень сложна и большую часть времени мы не получаем того чего хотим в повседневной жизни в течение каждого прожитого нами дня мы будем сталкиваться со всевозможными трудными ситуациями и с трудными для нас мыслями и чувствами которые будут цеплять нас как рыболовная снасть на крючок и отдалять нас от ценностей провоцируя движение от и подобные ситуации мысли и чувства они постоянно нас дергают и тянут за собой они могут цеплять нас в физическом смысле потому что мы начинаем действовать различными способами делать что-то руками ногами ртом или они могут привлечь наше внимание так что вместо того чтобы сосредоточиться действительно на важных и полезных поступках мы теряемся в нашем внутреннем мире теряя контакт с реальностью изнутри это может выглядеть как такая жесткая сепка слияние со своими мыслями эмоциями и поведением как один сплошной ком и важно научиться разделять эти фундаментальные категории мозг обрабатывая стимулы и информацию из окружающей нас среды создает определенные когниции мысли формируя отношения к происходящему контексту которые в свою очередь приводят к определенным переживаниям и эмоциям провоцируя уже то или иное поведение ту или иную реакцию сливаясь и веря мыслями чувством например депрессивного характера это будет вынуждать вас к избегающему поведению вы будете все больше замыкаться в себе считая себя обузой для других снижая свою социальную активность что будет еще больше усиливать сепку дезадаптивного кома мыслей чувств и поведения отдаляя вас все дальше и сильнее от ценностей поэтому важно научиться отслеживать каждый из этапов данного процесса мы далеко не безвольные и не рефлекторные собачки Павлова и когда мы сталкиваемся со сложными ситуациями со сложными и тяжелыми мыслями переживаниями у нас есть выбор как мы будем реагировать на это и действовать на сладе в основании этих стрелок появляется точка точка выбора психология этот навык может носить различные номинования что говорится на ваш вкус и цвет поставить себя на паузу занять метапозицию дистанцироваться децентрирование разделение отстраненная осознанность безоценочное осознавание это все вариации на одну и ту же тему обдумайте обстоятельства в вашей жизни начните с малого как я уже сегодня говорил попробуйте хотя бы научиться останавливаться когда вы понимаете пусть даже смутно что должны остановиться научитесь в большей степени ориентироваться не на внутренний процесс а на действия да ориентация на процесс это тоже очень важная история нам необходимо это делать в своей поседневной жизни например когда мы едим еду нам важно контролировать чувство голода и насыщения получать удовольствие от вкуса еды но мне страшно я не справлюсь у меня не получится мне уже ничего не поможет это примеры ориентации на процесс это слияние с мыслями и переживаниями и это мало вам как поможет разрешать трудности потому что ваше внимание перестает находиться в контакте с реальностью в контакте с окружающим вас миром и действительностью вопросы которые могут вам помочь лучше разделять свои внутренние процессы и поведение могут быть такими каким человеком я хочу быть даже в самых тяжелых ситуациях каким я хочу вспоминать себя и свое поведение когда это все закончится а это обязательно закончится будьте уверены в жизни не существует безвыходных ситуаций вы все знаете свои крючки и действия и поступки отдаляющие вас от ценностей возможно вы спите до обеда или имеете вредные привычки которые разрушают ваше здоровье и благополучие возможно вы много ленитесь и прокрастинируете или бездумно растрачиваете свое время на дешевое удовольствие возможно вы избегаете ответственности и вы можете начать с этого начать с самодисциплины как способности и навыки действовать в плохом настроении и совершать трудновыполнимое заодно тренируя свою толерантность к дискомфорту хотели бы вы быть тем кто добивается своего не откладывать все на потом и способен совершать трудные вещи даже если не хочется или вы хотите быть тем кто ждет у моря погоды готов выполнять только легкие и приятные дела бросая их в тот момент когда что-то не ладится знаете вы можете подумать что я сейчас говорю какие-то банальности но чем больше я работаю и погружаясь в профессию тем больше я прихожу каким-то очень простым идеям которые будто бы всегда лежали на поверхности но которые имеют очень фундаментальное основание мы всегда одновременно находимся в менее желательном пункте а и движемся в пункт б которые считаем предпочтительнее исходя из своих явных и скрытых ценностей мы вечно сталкиваемся с недостаточностью мира и жаждем его исправить мы можем придумать новые способы его исправления и улучшения даже если у нас как вам кажется есть все как вы думаете вам нужно даже если мы временно удовлетворены нас не угасает любопытство жажда познания человек существо познающие мы детерминированы этим да мы живем в рамках которые определяют настоящее как недостаточное и будущее как неизменно лучшее если бы мы не видели все именно таким образом то вообще бы ничего не делали мы даже не могли бы видеть ведь чтобы видеть надо сфокусироваться а чтобы сфокусироваться надо выбрать среди всех вещей только лишь одну но мы можем видеть мы даже можем видеть за счет познавательного процесса воображения то чего нет можем представить как все улучшить можем конструировать новые миры и преимущества такого подхода они очевидны мы можем изменить мир таким образом чтобы невыносимое состояние настоящее исправилось в будущем буквально договариваться с реальностью однако недостатками подобного в кавычках предвидения является хроническое беспокойство и дискомфорт это то чем нам приходится расплачиваться и поскольку мы постоянно противопоставляем то что есть и то что могло бы быть мы должны стремиться к тому что могло бы быть но наши стремления могут оказаться слишком высокими или наоборот слишком низкими или слишком беспорядочными и вот мы уже терпим провалы и живем в разочаровании даже если другим кажется что мы живем хорошо и как же нам извлечь выгоду из нашего воображения из нашей способности улучшать будущее не принижая постоянно нашу нынешнюю недостаточно успешную и ценную жизнь и первый шаг на этом пути это своего рода инвентаризация кто вы? когда вы покупаете дом и готовитесь там жить вы нанимаете вы нанимаете инспектора по качеству который составляет опись всех его недостатков настоящую опись а не такую какую вам хотелось бы вы ему платите деньги по сути за плохие новости потому что вы должны это знать вы должны обнаружить все скрытые недостатки дома вы должны понимать что они собой представляют косметические архитектурные дефекты ну и так далее вы должны это знать потому что вы не можете починить то что не считаете сломанным а если вы это не почините то велика вероятность вообще что все развалится и вам нужен такой человек и ваш внутренний критик мог бы сыграть эту роль если бы вы навели его на след если бы вы с ним конструктивно и эффективно сработались он мог бы помочь вам с инвентаризацией и обязательным условием является что вы должны пройти с ним по своему психологическому дому и благоразумно слушать что он говорит будь вы даже мастером на все руки при всем при этом здесь есть и подводные камни ключевой вопрос это а как не чувствовать себя деморализованным и раздавленным получив от внутреннего критика длинный и обидный перечень недостатков как тут приступить к ремонту если руки сразу же опускаются да возможно не так важно где вы начинаете важнее направление в котором вы идете возможно счастье нужно искать по дороге в гору а не в мимолетном чувстве удовлетворения которое ждет у нас на очередной вершине во многом счастье это надежда и не важно в какой глубокой преисподней эта надежда могла зародиться внутренний критик если обратиться к нему должным образом предложит привести в порядок то что вы действительно можете привести в порядок добровольно без обид и даже с удовольствием спросите себя есть ли в вашей жизни или в вашем нынешнем положении что-то что пребывает в беспорядке что вы могли бы и готовы привести в порядок можете ли вы исправить для начала хотя бы только одну эту вещь которая как-то скромно заявляет о том что ей требуется починка и можете ли вы сделать это прямо сейчас пускай даже если какие-то условия не идеальны если вы сядете и обдумаете в течение какого-то времени что вы делаете не совсем оптимально ответы придут к вам вы можете раньше вставать вы можете меньше смотреть шорты или какие-либо видео на ютубе разве что это мои научно-образовательные видео их вы можете смотреть больше и траектория в каком-то смысле важнее позиция я сейчас конечно не говорю о ситуации при которой вы умираете с голоду но если вы не находитесь в абсолютной бедности и смогли удовлетворить базовые потребности что вам нужно это увидеть что вы движетесь на пути вверх с правильным наклоном и вы можете начать с любой точки и позиции на этом пути представьте себе что вы это кто-то с кем вам нужно договориться представьте что вы ленивы раздражительны обидчивы и завистливы что с вами вообще-то тяжело с таким отношением будет не просто заставить вас пошевелиться и поэтому вам придется использовать немножко такой игривости и шарма так сказать вот могли бы вы сказать честно самому себе без иронии без насмешек без сарказма ну вообще-то я пытаюсь облегчить кое-какие бессмысленные страдания и слушай мне бы не помешала помощь возможно тебе хотелось бы внести какой-то свой вклад в это начинание я буду благодарен тебе за эту помощь да я понимаю что это непростая задача вот здесь важно что насмешки в сторону возможно вам придется торговаться дальше возможно вы себе не доверяете вы думаете что попросите себя об одном а сделав это тут же потребуете большего и будете себя за это наказывать и вредить себе за это перечеркнете то что уже было предложено кто захочет работать на такого тирана уж точно не вы вот почему вы и не делаете то что хотите себя заставить сделать да вы плохой работник но еще хуже вы в роли начальника возможно вам стоит сказать себе слушай да мы с тобой не особо ладили в прошлом сорян за это но я стараюсь стать лучше возможно я да совершу наделаю каких-то ошибок но я постараюсь услышать твои возражения я буду учиться сегодня я заметил что ты не бросился помогать когда я тебя попросил но что я могу предложить тебе в обмен на сотрудничество может раз ты помыл посуду пойдем выпьем кофе как насчет твоего любимого капучина или возможно ты хочешь что-то другого и затем попробуйте прислушаться возможно внутри себя вы услышите голос возможно это даже будет голос давно пропавшего счастливого ребенка и он откликнется правда ты действительно хочешь сделать для меня что-то хорошее ты правда это сделаешь ты не шутишь и здесь важно очень ну проявить осторожность что ли потому что это голос того кто уже обжигался обжегшись на молоке будешь дуть и на воду так что вы можете осторожно на это ответить да правда да я не уверен что буду на высоте возможно я так себе компания но я попробую сделать для тебя что-нибудь приятное я правда обещаю это и такое небольшое проявление доброты к себе на самом деле это очень большой шаг а разумная награда это очень мощный мотиватор затем вы можете взять эту робкую частичку себя за руку и помыть эту проклятую посуду вот только потом не надо не надо драить ванну лучше не забудьте про обещанный кофе или там фильм или пиво иначе впредь будет еще тяжелее вызывать эти забытые частички себя из закоулков своей внутренней преисподней спросите себя что мне сказать другу брату начальнику или помощнику чтобы наши отношения завтра немного улучшились какую частичку беспорядка я должен искоренить дома у себя на столе на кухне сегодня каких змей мне выгнать из своего шкафа и из своей головы потому что задумайтесь пять сотен маленьких решений пять сотен крошечных действий по сути составляют ваш день сегодняшний и каждый не могли бы вы направить одно или два из них на лучший результат по своему собственному усмотрению в соответствии со своими собственными стандартами можете ли вы сравнить свое собственное личное вчера со своим особенным личным завтра можете ли собраться с мыслями и спросить себя каким должно быть это лучшее завтра поставьте перед собой маленькую цель возможно вам не захочется сразу взваливать на себя слишком много какое небольшое вознаграждение хочу за это получить и затем делайте то что решили делать даже если вы делаете это плохо угостите себя этим треклятым кофе в качестве награды может быть вы почувствуете себя от этого немножко глупо ведь новое убеждение привычки слабее старых идей но все равно продолжайте и завтра и послезавтра и послепослезавтра и с каждым днем ваш эталон для сравнения будет все лучше это как сложные проценты на пол процентов и даже на четверть процентов и в Dazu можете подумать ну это же вообще полнейшая мелочь но даже если это четверть процентов в день то это уже 100% через 4 года. И повторюсь, это даже не учитывая сложный процент, это значит, что изменения произведут намного быстрее. Делайте так 3 года, и ваша жизнь станет совершенно иной. Теперь вы стремитесь к чему-то более высокому, бревно из вашего глаза постепенно исчезает, и вы учитесь видеть. То, что вы целитесь, определяет то, что вы видите. Возможно делать себя каждый день чуточку лучше. Я считаю, что это доступна абсолютно всем такая возможность. И это сравнимо с добродетельной жизнью. Чтобы провести модернизацию, переучет, чтобы нацелиться на лучшее, вы должны все хорошенько продумать. И вы должны быть очень осторожны, поскольку сделать жизнь лучше, это значит взять на себя много ответственности. А это требует больше усилий и заботы, чем тупо жить в боли и оставаться раздраженным, лживым и обиженным. Будьте внимательны. Засредоточьтесь на своем окружении, в физическом, психологическом. Отметьте, что докучает вам, что беспокоит вас, что не дает вам покоя, что вы можете исправить, что вы действительно исправите, что находится в зоне вашего контроля и ответственности. Вы можете спросить себя, что меня беспокоит, что я мог бы исправить. Мне действительно хочется исправить это. Если вы обнаружите, что хотя бы на один или на все вопросы ответ нет, посмотрите в другую сторону, опустите планку, сделайте шаг назад, очертите адаптивную зону своего ближайшего развития и ищите, пока не найдете, что вас беспокоит и что вы можете исправить, что вы собираетесь исправить. Исправьте это. Этого может быть достаточно для одного дня. Что если бы вы позволили себе выпить за ужином бокал вина, свернуться на диване и почитать или посмотреть какой-нибудь тупой фильм в качестве награды? Спросите себя на чистоту, какая мотивация вам требуется, чтобы выполнить работу. И выслушайте ответ. Не говорите себе, я должен обойтись без этого. Что вы о себе знаете? Вы с одной стороны самое сложное создание во всей вселенной, а с другой вы даже не можете установить часы на микроволновке. Не переоценивайте свои знания о себе. Попросите себя о добровольной помощи. Может быть вы сделаете это утром, пока сидите на краешке кровати. Может у вас получится это сделать накануне вечером, готовясь ко сну. Делайте так каждый день некоторое время, а затем всю оставшуюся жизнь. И вскоре вы обнаружите с большей вероятностью себя в абсолютно других обстоятельствах. Теперь вы будете привычно спрашивать себя, что я могу предпринять, что я предприму, чтобы сделать жизнь лучше. Цельтесь высоко, направьте свой взгляд на улучшение этого мира, равняйтесь на наивысшее благо. Еще есть порядок, который нужно установить, чтобы сделать жизнь удобнее. Красота, которую нужно привести к существованию. Еще есть зло, которое нужно преодолеть. Страдания, которые нужно облегчить. И еще есть вы, которому нужно стать лучше. Вместо того, чтобы играть в тирана, проявите внимание. Говорите правду вместо того, чтобы манипулировать миром. Вы договариваетесь вместо того, чтобы разыгрывать жертву мучника или тирана. Вы больше не завидуете, потому что больше не считаете, что другому действительно лучше, чем вам. Вы открываете, кто вы, чего хотите и готовы делать. Вы обнаруживаете, что решения ваших особенных проблем должны в точности соответствовать вашей личности. Вы меньше обеспокоены действиями других людей, потому что вам самому есть чем заняться, в конце концов сосредоточьтесь на текущем дне, но стремитесь к высочайшему благу. Теперь ваша траектория устремлена ввысь. Сравнивайте себя с тем, кем вы были вчера, а не с тем, кто кто-то другой является сегодня. С вами был клинический психолог Андрей Гасан. Подписывайтесь или не подписывайтесь на мой YouTube и Telegram канал. Оставляйте или не оставляйте комментарии под видео. Управляйте своей жизнью сами. Всем пока. Пока.